Это архивное видео 2015 года, можно сказать, историческое для Донской медицины. К выписке готовится пациент после пересадки печени. Первой операцией по трансплантологии в нашем регионе руководил Вячеслав Коробко. Сегодня он вспоминает тот день и своего коллегу, ученика и друга, который был в команде талантливых хирургов. Олег Чистяков стоял у руля Центропластической хирургии. Много оперировал, спасая жизни, пока своя не оборвалась крушением самолета. Это было такое наше общеростовское, это общероссийское горе, которое, наверное, переживал каждый человек. Естественно, это намного сложнее, когда ты видел их молодыми или даже еще детьми. Пять лет для памяти это ничто, если это по-настоящему было не попутчики, а единомышленники, друзья. В авиакатастрофе погибла вся семья хирурга Чистякова. Супруга Виктория тоже была врачом, одним из ведущих специалистов неотложной кардиологии сосудистого центра. Маленькая хрупкая девочка, которая справлялась с самыми сложными состояниями пациентов, говорят коллеги. Мы с Викторией работали с самого первого дня и работали в больнице. Она здесь проходила ординатуру, поэтому это наш ребенок, который был воспитан нами, нашим коллективом. Это очень тяжелая утрата на самом деле, это все очень болезненно. Чистяковы ждали прибавления в семье и перед декретом решили немного отдохнуть. В отпуск в Эмираты взяли пятилетнего сына. Кто мог знать, что это путешествие будет последним. И Вика и Олег, они такие люди, о которых можно говорить вообще бесконечно на самом деле. Вика, она как подружка была идеальная, как мама была идеальная, а о враче говорить можно бесконечно в принципе. 19 марта 2016-го Боинг-компании FlyDubai летел из Объединенных Арабских Эмиратов в Ростов. На борту было семь членов экипажа и 55 пассажиров, в основном жителей Ростовской области. Сегодня целый день пасмурно, срывается дождь, но по весеннему тепло. А пять лет назад в этот день была еще зима. Мокрый снег, порывистый ветер в сложных погодных условиях. Самолет два часа кружил над городом, а во время повторного захода на посадку стало резко снижаться и столкнулся с землей. Межгосударственный авиационный комитет только в прошлом году завершил расследование этой катастрофы. Причиной назвали потерю управления в полете. Проще говоря, все дело в ошибках командира экипажа. Пока специалисты выясняли причины, ростовчане разбирались, кто же следит за состоянием мемориала у старого аэропорта. Его установили в 2017 и забыли. Мемориал был построен на средства мецената, то есть у памятника не было хозяина и, соответственно, памятник не ремонтировался. В течение десяти дней мемориал привели в порядок, заменили осыпавшиеся элементы и восстановили освещение вокруг комплекса. Теперь мемориал решено передать в собственность города, чтобы сберечь память о каждом, чьи имена на гранитной плите. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Первый Ростовский.